Добрый день, уважаемые посетители нашего музея! Я очень рада, что вы проявили такой интерес к первой теме наших путешествий в древность. Перед тем, как я начну вас погружать в древние эпохи бронзового века и раннего Железного, скажите, у вас у кого-нибудь есть татуировки? Или вы знаете кого-нибудь из ваших родственников, наверное, внуков, у которых татуировки есть? Нет, да? Просто у вас такой интерес, что, в общем-то, меня радует, потому что если мы сейчас выйдем на улицу после этой лекции и покрутим головой, мы увидим, что молодежь сверху донизу покрыта татуировками. Но, скорее всего, общий контекст этой традиции, символика знаков им неизвестна, она потеряна. Однако мы можем сказать, что традиция украшения тела, особой технологии татуировками, она возникла в самой древней эпохе. По крайней мере, археология нам позволяет окунуться в эти истоки. Сама технология татуировки, об этом мы сегодня будем говорить практически постоянно, это процесс нанесения стойкого рисунка на тело, благодаря тому, что под подкожный покров вносится красящий пигмент. И важно понимать с самого начала нашей такой истории о татуировках, что это не просто желание себя украсить. За каждым знаком или рисунком, как вы это увидите, стоит целая эпоха. Представление человека об окружающем мире, представление человека в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, между одним племенем и других. Ну, конечно, сейчас, вот опять же, можно выйти на Никольскую, где будет стрелка, тату, салон. Но, как оказалось, эта традиция была распространена не везде. Сегодня мы поговорим с вами о том, как наносилась татуировка в древних обществах, где татуировки располагались, каковы были сюжеты татуировок. Мы обязательно постараемся понять, а какова же была социальная роль татуировка, особенно в контексте лечения. И попытаемся ответить на вопрос, кто делал татуировки, кто украшал свое тело рисунками на коже. Ведь речь идет о таких древних эпохах, когда не было письменности. И археология – это наш единственный источник, чтобы представить эту традицию и понять, может быть, даже реконструировать биографию тех или иных людей, на теле которых чудесным образом сохранились татуировки. Сначала мы с вами погрузимся в бронзовек, чтобы вы понимали, как давно это было. Это начало бронзовека примерно относится к третьему тысячелетию до н.э. Это древнее египетских пирамид, но в Египте тоже уже бронзовый век был. Примерно пять тысяч лет назад это было, и бронзовый век в Старом Свете, в Древнем мире, примерно длился до середины второго тысячелетия до нашей эры. И самый древний образец татуировки, самый первый человек, который сохранился в мире, тело которого было покрыто татуировками, это так называемый ледяночеловек или отцы. В 1991 году супружеская пара, Хельмут Симон и его жена, Хельмут, он вообще был библиотекарем, они совершали прогулку или турпоход по Альпам и нашли, обратили внимание, что в Полынье, вот как здесь видите на фотографии, сохранился какой-то труп. Но это был не просто труп, это один из самых известных людей бронзовой эпохи. Его назвали отцы или этцы по тому месту, где он был найден. Вот здесь вы видите, как он сохранился во льдах, и только благодаря тому, что он сохранился во льдах, мы можем реконструировать его биографию. Радиоглеродный метод позволил продатировать массу органических остатков, потому что все сохранилось, кожа, содержимое желудка, детали его костюма. И радиоглеродный метод позволил сказать, что примерно он жил в таком интервале, 3300 до нашей эры. И здесь вы видите его реконструкцию, она украшает многие музеи мира. И, конечно, вы знаете, один раз в жизни только я попала на выставку, где видела вот это скорченное тело этого несчастного человека, который, однако же, прожил довольно долгую жизнь для первобытности. Ему было примерно 45-46 лет. Ростом он был 168 сантиметров, на 3 сантиметра выше, чем я. То есть такой обычный человек, весил 50 килограмм. И самое интересное для нас, а мы про отцы еще будем говорить на следующей лекции, которая будет посвящена другой теме, о которой я скажу в конце. На теле, на коже отцы сохранилось 57 татуировок из точек линии крестов. И таким образом в настоящее время, скорее всего, отцы, который жил в Альпах, пока самый первый человек, сохранившийся, естественно, скорее всего, традиция была, наверное, существовала и раньше, просто вот это первый человек, про который мы можем сказать, что его тело украшали татуировки. Вот здесь более крупным планом сфотографированы кресты, параллельные линии. И обратите внимание, что кресты, линии, они нанесены в области поясницы, ног, колени. Почему? Об этом мы тоже будем говорить чуть позже. Ну, в 1991 году нашли отцы, и всего лишь через несколько лет началось так называемое даже такое соперничество. Какие же мумии, покрытые татуировками более древними? Британский археолог Уильямс Бадж в 1896 году, это как раз эпоха, эра фантастического интереса к египетским древностям. Недалеко от города Геббелина раскопало несколько погребений, где были найдены мумии. И эти мумии были перевезены в британский музей. И пролежали там 100 лет. Ну, опять же, если вы путешествовали много, или даже были в нашем пушкинском музее. В принципе, египетских мумий очень много в каждом музее. Приезжали, привозили их моряки или ученые. И вот эти геббелецкие мумии, пролежав 100 лет, вызвали просто фурор и огромный интерес научного мира. Ну, во-первых, они были продатированы. И посмотрите, по радиоглеродной дате практически эти две мумии. Одна принадлежит мужчине 18-20 лет, который был жестоко убит ножом в спину. И женщине, возраст которой не очень точно определен. И никто не обращал внимание на темные участки кожи. И только благодаря реставрации и проведению специального исследования. Вы знаете, я, честно говоря, когда была британская музея, ну вот еще до всяких этих ковидных, видела, вот там был целый проект, посвященный египетским мумиям и результатам, ну, уникальных исследований. Вот эти мумии, которые 100 лет пролежали, их стали изучать, сканировать, провели томографическое исследование, снимали в инфракрасных лучах и обнаружили массу интересных деталей. Вот одна из реконструкций этого мужчины, молодого мужчины, конечно, 18-20 лет. И самое главное, что благодаря вот этим новым съемкам на теле и мужчины, и женщины были обнаружены татуировки. Если на коже нашего отца из Альп это были абстрактные рисунки, то здесь мы видим на плече мужчины изображен архар, а на руке женщины изображены вот эти осовидные знаки и вот какой-то жезл. И вот смотрите, как интересно. Человек, который нанес этот рисунок на плечо мужчины, он практически понимал, что он делает. Он изобразил архара, который мы можем встретить на большом количестве предметов египетского искусства этого времени. И вот такие S или Z знаки, например, известны на керамике. И мы можем говорить о том, что гибереновские мумии покрыты первыми художественными татуировками. Но уже кто из них раньше, может быть, когда-то будут более точные датировки проведены, но в принципе они жили в одно и то же время. То есть мы можем сказать, что в Египте и в Европе традиция нанесения татуировок, рисунка на кожу существовала и возникла примерно в одно и то же время. И вы знаете, я очень рада, что тоже приняла участие в дискуссии, посвященной появлению этой традиции. Традиции связаны с нанесением татуировок. И здесь статья, которая вышла несколько лет назад, это написал ее мой коллега, американец Аарон Деттервольф. Мы когда-то принимали участие в конференции Европейской ассоциации археологов, и я там выступила с докладом о наших древнейших татуировках. И он очень внимательно выслушал меня, поскольку... Сейчас я вам эти татуировки покажу. Поскольку самой кожи человека в том регионе, где я работаю, это ростовские степи, мы не нашли. Но, видите, он вошел, он включил наших татуировки в список первых пяти самых древних татуировок мира. Вот я их выделила здесь. Так что же это за татуировки, которые мы нашли, в общем-то, почти 15 лет назад? Вот вы видите курганы эпохи бронзы в Ростовской области, где мы работаем. И этот регион, недалеко от села Ремонтная, его населяли разные народы, которые русский археолог Городцов, работавший в нашем историческом музее, назвал по имени форму могильного сооружения. Вот здесь вы видите катакомбу, в которой мы раскопали. Это вот такая входная яма, камера, где лежал человек. Вот обратите внимание, у него голова была, отвалилась. Это благодаря тому, что мы проводим очень много комплексных исследований. Вот благодаря тому, что сейчас Российский научный фонд поддержал наши исследования, мы проведем еще дополнительные находки. Под головой этого человека, мужчина 45-50 лет, была большая подушка, набитая травами. Мы нашли много пыльцы, фидолита растений. Потом она, когда это все сгнило, эти органики, голова откатилась. И вот посмотрите, самое фантастическое заключалось в том, что когда мы раскопали скелет этого человека, мужчины, мы обнаружили на кости рисунок. Рисунок в виде змеи. Вот вы его здесь видите. Это вот сам рисунок, прорисовка. И наш антрополог Алексей Казарницкий, который работает в кунсткамере, он определил, что малая берцовая кость была сломана. Вот здесь образовалась костная мозоль. Ну вот примерно так вот это было. Уж накладывали они шины или нет, мы не знаем. Но, видимо, были проведены какие-то манипуляции. И образовалась костная мозоль. И если вот вы когда-нибудь встречались с такими переломами, вот костными мозолями, это причиняет огромную боль при ходьбе. И поэтому на внутреннюю часть ноги был нанесен рисунок. Почему это был рисунок змеи? Мы будем говорить чуть позже. И вот здесь случилось такое чудо, что рисунок, который был нанесен в подкожанную, вот слой дермы кожи, по каким-то причинам, он отпечатался на кости человека. И, честно говоря, когда мы привезли этот экспонат в Москву, и я стала показывать коллегам, никто не поверил. Но сейчас не пропустите нашу выставку новых поступлений, вы увидите эти наши самые древние татуировки. Но потом эту кость я отвезла в Эрмитаж, и руководитель лаборатории в Эрмитаже Косолапов сделал анализ и определил, что эта краска – это сажа, которая смешана с водой. Это то, что традиционно использовалось в течение сотен тысяч лет для нанесения татуировок. И просто произошла реакция электролиза, и этот рисунок отпечатался на кости. И я поняла, что, конечно, мы, наверное, хотя стараемся при раскопках обращать внимание на все маленькие детали, но просто мы могли пропустить очень много татуировок. А Арон после моего доклада подошел ко мне и сказал, «Наверное, ты права, я вернусь сейчас в Америку и просмотрю антропологические коллекции, мне кажется, что там тоже я видела рисунки». И вы знаете, как только мы нашли эту татуировку, я сделала доклад и поняла, что, понимаете, нужно внимательно относиться к тому, что мы раскапываем. То вот посыпались татуировки всюду. Действительно, возможно, в нашем климате, когда погребение совершается в очень сухой почве, суглинке, возможно, вот этот рисунок, который действительно нанесен не на кость, а на кожу, при определенных условиях переходит на кость. Вот посмотрите, уже наши коллеги, ростовчане, позже нас в погребении западно-маночной культуры раскопали, в Ростовской области раскопали курган и погребение мужчины 30-35 лет. И посмотрите, на пальцах левой руки мужчины они нашли знаки, нанесенные черной краской, ну, сажей с водой. И еще чуть позже, это вот видите, публикация 2019 года, точно так же на руке сохранился, на кости, не на коже, потому что кожа не сохраняется. Был найден рисунок. И вы знаете, вот сейчас, когда я готовила эту лекцию, я вспомнила, что еще в юности, когда я копала в Калмыкии, мы тоже нашли кости человека, покрытые черными знаками. Просто мы тогда не поняли, что это татуировка, и вот для нашего доклада я нашла этот комплекс. И костика хранится, конечно, в Калмыкии, вряд ли когда-нибудь я смогу их проанализировать. Тем не менее, видите, коллекция довольно большая, и наши коллеги из Украины, когда узнали о наших изысканиях, тоже поделились своими находками. Это явное погребение, оно должно быть древнее, чем наши татуировки. Ну, нужно провести радиоуглеродные даты, посмотрите, тоже на костях руки, даже рук нанесены знаки. То есть татуировка, которая была нанесена под кожу, а потом перешла на кость. Ну, конечно, с тех пор, как мы нашли первую нашу татуировку, когда я стала собирать все данные по литературе, когда Арон так меня вдохновил, он потом мне написал, что действительно в редких случаях он это определил, сделал очень специальное исследование, что рисунок может перейти на кость и отпечататься на ней. Мы стали обращать внимание, что обряд нанесения татуировки в наших ростовских степях был довольно широко распространен. И вот тоже здесь вы видите череп мужчины 35-45 лет. Его лицо, на кожу его лица была нанесена татуировка. И спустя несколько лет, вот видите, в 14-м году мы нашли еще одно погребение. Видите, какой прекрасный был человек, лицо которого, кожа лба, тоже была украшена татуировкой. Но, как обратить внимание, она была нанесена красной краской. И вот эта татуировка, вот этот комплекс тоже будет представлен на выставке наших новых поступлений. И когда я залезла в дебри древнего мира, оказалось, что кроме археологических костных, археоантропологических костных останков существует масса и других указаний на то, что в эпоху бронзы традиция украшения, в том числе и лица, скорее всего, татуировками, была широко распространена. Вот здесь вы видите скульптурное изображение женской головы Микена, Микенская цивилизация. Ну, уже, конечно, она попозже, чем наши ранние катакомники. Это середина, ну, или первая половина второго тысячелетия до нашей эры. Ну, сейчас, благодаря исследованиям ДНК, вполне возможно, что это степники из наших степей принесли эту традицию. И вот здесь мы видим прекрасную женщину, которая когда-то жила на полуострове Пелапанес, Грецией. И ее лицо тоже украшено точками, символика которых, конечно, нам сейчас неизвестно и непонятно. И вот эта традиция украшения кожи лица не только татуировками, но и изображениями в настоящее время, в наше время, в эпоху, там, третьего тысячелетия нашей эры, да, мы говорим о третьем тысячелетии до нашей эры, она сохранилась в Индии. Вот эта точка Бинди, о которой мы тоже еще попозже поговорим. Это тоже очень интересный сюжет, поскольку население Индии частично это индоевропейские народы. Сейчас такая жестокая дискуссия существует о том, как народы первобытности мигрировали в разные страны. Вот Палео ДНК позволяет этот вопрос обсуждать. Вполне возможно, что именно степные жители, как мы видим, у них эта традиция существовала как минимум середина третьего тысячелетия до нашей эры, через тысячелетия века принесли традицию украшать лица вот на Индийский континент. И самое главное, да, вы помните, наши рисунки, которые были найдены на лице, они нанесены не черной, а красной краской. И здесь я подобрала такие экземпляры пигмента, охры. Это разные минералы, которых в степи не было, но которые степняки обменивали. И поскольку для них очень важен был этот красный цвет, красный цвет, который они использовали для нанесения каких-то рисунков на свои могилы и вот для, видимо, совершения таких обрядов нанесения рисунков на кожу определенных людей. Эта традиция возникла в бронзовом веке. Повторяю, что мы не можем, у нас нет никаких данных, чтобы говорить о том, что эта традиция могла быть возникла раньше, но, по крайней мере, для эпохи бронзов вы видите, сейчас накоплен достаточно большой материал. Но самые известные татуировки Северной Евразии, это вот территория степи, лесостепи, Алтая, это, конечно, ранний железный век. То есть мы с вами переходим в другую эпоху, это примерно тысячный год до нашей эры, десятый век до нашей эры, первые, четвертые века нашей эры. И самые известные татуировки этой эпохи, это татуировки базарыхских мумий. Базарыхская культура, это уже эпоха раннего железного века, ну, чтобы так представлять, что это эпоха скифов, скифы, сарматы. И татуировки найдены в семи погребениях базарыхской культуры. Семь человек базарыхской культуры из двух курганов базарыка, из погребения Ак-Алакха, из верхнего Каджина, еще известна довольно плохо сохранившаяся татуировка в Монголии. они известны фантастическими татуировками художественными, мифологическими, которые нанесены на тела мужчин и женщин. Причем и во втором, и в пятом базарыхском кургане похоронены и мужчины, и женщины, и, возможно, это были муж и жена, как-то связаны между собой по жизни. И обе пары характеризуются нанесением татуировки. Ну, конечно, самая известная татуировка хранится в Государственном Эрмитаже. Это татуировка многофигурная, где вы можете увидеть барсов, каких-то жертвенных животных в состоянии агонии, когда, видимо, их приносят жертву. И вот это верхний кальжин. Я чуть позже, но я просто расположила все эти данные в хронологическом порядке, я чуть позже вам буду говорить о мумиях Аглахты. Моя коллега, которая очень уважает Светлана Панкова из Эрмитажа, которая хранит сейчас материалы из Пазырыксова Кургана, из Аглахты, она очень такая талантливая, молодая исследовательница. Она провела вместе со своими коллегами инфракрасное фотографирование сначала мумии Аглахты, и потом Пазырыкски. Оказалось, все Пазырыкские мумии, которые хранятся в Эрмитаже, тела всех мумий покрыты татуировками. Далее Наталья Полосьмак, это был тоже потрясающий проект, многие ученые приезжали на Алтай, чтобы вообще прикоснуться к сокровищам Укока, было раскопано погребение женщины на плато Укок, которое известно в масс-медиа как принцесса Укока. Сейчас она хранится в горно-алтайске, и ее тело, ее руки, ее плечи тоже были покрыты татуировками. Но почему это все сохраняется, потому что из-за условий вечной мерзлоты совершили погребение, а потом в него попала вода, замерзла зимой, ну, так вот я просто объясняю. И вот все это, как вспомним отца, ведь отца тоже сохранился, он бедный, несчастный, раненый, шел куда-то, видимо, где он надеялся на спасение, а потом просто он упал и замерз. И вот благодаря тому, что он был в этих ледниках, Альпах, он сохранился. И то же самое произошло с пазырыкскими мумиями. И вот чуть позже эта традиция тоже сохраняется. Могильник Аглахты, таштыкской культуры, это уже начало первого тысячелетия нашей эры. И вот Светлана Панкова вместе с коллегами, они, как я говорила, обратили внимание на темные точки, был реставрационный совет, и пригласили каких-то экспертов, и подсказали эксперты, что нужно вот эту инфракрасную съемку применить. И вот эта сажа, которую использовали для нанесения рисунков, при инфракрасных лучах, она становится темной, а кожа светлой. И вот были обнаружены рисунки. Причем, посмотрите, важно, что это совершенно другая эпоха, кроме абстрактных точек, здесь целое изображение сюжетное, которое можно найти и на древних китайских тканях, и в китайских бронзах. И это вот последняя работа Светланы, она принимала участие в прекрасной выставке, была одним из авторов выставки, которая проходила в Британском музее, и туда поехали прекрасные мумии-оглахты, они смогли сделать томограмму, потому что они хотели понять, а вот сама кожа человека, которая сохранилась под таштыкскими масками, татуирована она или нет. И вообще сама идея о том, что древние жители Минусинской котловины особое значение придавали татуировкам лица, как раз возникла благодаря вот таким маскам. Здесь вы видите одну маску мужчины, мы изучали когда-то систему питания этого человека, и об этом я буду говорить в следующий раз. Вот эти прекрасные мумии, мужская и женская. Но хочу похвастаться, что и эти, и что могильник оглахты, самые древние раскопки, самые первые раскопки археолога Адрианова 1903 года хранятся в историческом музее. Вы видите наши маски, вы оригиналы тоже сможете увидеть на нашей прекрасной выставке, которую мы сейчас готовим, которая будет посвящена 150-летию исторического музея. Это вот женская и мужская маска. Видите, что они тоже все покрыты рисунками. И вполне возможно, что сами люди, тела которых не сохранились, тоже были покрыты рисунками, татуировками. Итак, что же означали древние татуировки? Сначала посмотрим технику. Аарон, мой коллега американский, он просто написал блестящие статьи, собрал огромный материал по американским культурам. И он пришел к выводу, ну, конечно, потому что индейцы тоже покрывали себя татуировками сверху донизу. И он в этнографическом материале нашел очень много свидетельств того, что вот такие костяные проколки, иглы использовались для нанесения древних татуировок. И, честно говоря, я бы не решилась провести такой эксперимент, потому что мы археологи любим эксперименты. И он использовал свиную кожу, свиная кожа по своим характеристикам очень близка человеческой кожи. И он даже считал, что можно использовать кремневое орудие. Ну, здесь вы видите, вот это кремневое орудие с острием. Это, ну, конечно, не археологическое, а, ну, смоделированное. И вот птичьи перья. Он использовал сажу, смешанную с водой, и на кожу свинины нанес вот такие рисунки. И когда я, ну, я говорю о Барон, очень многое мне подсказало, и я вернулась к анализу материалов из наших раскопок и раскопок других коллег Исторического музея эпохи бронзы. И вот оказалось, что в нашей коллекции есть вот такие орудия, каламы, на которых сохранились фрагменты краски. И видите, вот у них такой кончик раздвоенный. Вот считается, что вот эти каламы это как раз орудия для нанесения татуировок. Могли использоваться бронзовые острия. И вот, знаете, готовила, когда лекцию вчера редактировала, я вспомнила, потому что я посмотрела какую-то графическую литературу, кости рыб тоже использовались для нанесения татуировки. Сейчас нельзя было войти в отдел вчера. когда эти нерабочие не закончатся, я обязательно посмотрю, вот эти кончики, потому что у меня есть только фотографии, вот эти кончики рыбьих костей, окрашены красной краской или нет. Тут очень интересное погребение из Ростовской области. И, как я вам уже говорила, использовались пигменты красные, разные виды пигментов, красные охры, гематит, гютит и так далее. И сажей вода. Ну, уж сажей было полно людей, которые готовили уже на костре. Конечно, вот таких орудий, которые мы можем встретить в тату-салонах, не было. И эта традиция нанесения татуировки, она развивалась. И мы же с вами рассматриваем традиции бронзового века, эпохи бронзы. И в Филипповских курганах, которые раскопали наши коллеги в Оренбургской области, было найдено захоронение, где присутствовало вот такое специальное изделие костяная игла для нанесения татуировки и специальные сделанные из песчаников фрагмент плитки для размешивания краски. Вот здесь мог быть пигмент, сюда добавлялась вода. Вот вам, пожалуйста, уже орудие древних татуировщиков. Просмотрим внимательно, где древние люди, на какие места своего тела или тела тех людей, которые становились их пациентами, наносили татуировки. Но сейчас особенно молодежи, им так нравится просто украсить себе. Эта татуировка потеряла свое значение. Это как шарфик, как деталь аксессуара, сумочка, все что угодно. Хотя посмотрите вот эта женщина, мы о ней еще покрыта полностью татуировкой, но это не просто так. В пронзовом веке мы говорили с вами о том, что татуировка была нанесена на внутреннюю часть сломанной ноги, где образовалась костная мозоль, на лицевой части черепа часто наносилась татуировка и на кисти рук. А вот позырыгские люди, мужчины и женщины, здесь совершенно другая система. Я готовилась к этой лекции, нашла работу коллеги Азбелева, и он даже рассмотрел локализацию, вариации локализации татуировок у мужчин и женщин позырыгской культуры. Например, на мужских мумиях лев находится в области сердца, бегущие горные козлы на голени, бьющиеся в огонь и копытные на руках, бегущие быстрые травоядные на ногах. А на женских мумиях очень часто встречена птица на большом пальце, агонизирующие копытные на руках, браслеты из изображения оленьего рога, сцены терзаний над предплечьями. А вот эти птицы по рисункам считают петухами, и есть одна женская мумия, вот эти петухи, они на больших пальцах. Если вот так пальцы сложить, эти петухи, они такой петушиный бой. То есть это не просто так. в эпоху, когда существовал совершенно другой менталитет, другой образный мир, как вы видите, татуировки занимали особое место. И вы знаете, когда я стала думать, это так странно, где расположены рисунки на мумиях, ведь мы говорили о том, что это горные Алтай, это регионы, где холодно зимой, где люди должны были ходить в одеждах. Но если мы посмотрим на самого известного пазырыгского мужчины из Кургана-2, у него покрыты татуировками грудь, руки от плеча, ноги. То есть вот это мужчина из другого погребения. Но ведь в холодном климате все это должно быть закрыто, но наверное были какие-то действия, когда люди обнажались и должны были показать свое прекрасное тело, покрыто прекрасными мифологическими рисунками. Или вот принцесса Укока, здесь вот ее рисунки. Но здесь даже реконструируемая одежда показывает, что она вся была закрыта, кроме лица, но ее тело было покрыто татуировками. Наверное, когда-то где-то в какие-то моменты она обнажалась. Вот интересно, что татуировки у нас татуировками покрыты ноги мужчин из Тибрты и мужчины из Позырксового Кургана. Но это локализация, только общая локализация, а смысл совершенно другой, абсолютно другой. Об этом мы тоже чуть попозже поговорим. То есть не попозже, а прямо сейчас мы поговорим с вами о сюжетах татуировок. В бронзовом веке, начиная с отцы, мы встречаем в основном абстрактные и геометрические фигуры, схематичные рисунки змей, за исключением, конечно, мумий египетских, где мы видим совершенно другие рисунки, уже художественные. Гидербергские мумии, они претендуют на первые художественные татуировки в мире. А в раннем железном веке сохраняется и традиция абстрактных фигур, это точки на могиле Аглахты. Ну и, конечно, мы можем говорить впервые, что позырыкские мумии представляют нам фантастические мифологические сюжеты, декоративно-прикладное искусство, которое сопоставимо с самыми прекрасными образами эскифского звериного стиля. и жертвенные животные, и рыбы, и организирующие кабаны, и вот эти петухи, которые дерутся. За всем этим стоит история, нарратив. И вспомним наши точки, нанесенные по крайней мере на лицевую часть двух мужчин, молодого и зрелого мужчины, которые жили в наших ремонтницких степях, и вспомним о священном знаке бинди, который наносится до сих пор на лицо многих жителей, которые живут в Индии. И вот эти знаки, назывались ли они знаками бинди? Вот у меня есть знакомая, которая занимается индоевропейскими языками, я вот хочу с ним проконсультироваться, вот это слово бинди, входит ли оно в древнейший индоевропейский знаковый образный мир или нет. Что же значили татуировки? Ритуалы инициации, потому что в древнем мире, это мы знаем из этнографии, этнографии 18-го, 19-го и даже начала 20-го существовал обряд инициации, когда юные мальчики и девочки переходили рубеж детства и переходили в другую возрастную категорию. Этот ритуал часто сопровождался самыми сложными обрядами. Этот обряд перехода был важен для всех обществ. Возможно, во время ритуала инициации какие-то юноши и девушки покрывались татуировками. может быть, эти татуировки указывали на социальный статус, как бы ни было, но эпоха бронзы это эпоха уже социального расслоения, это эпоха цивилизации, это первая цивилизация, это первые герои, которые вышли на арену исторического мира. Возможно, все люди, на кожу нанесены даже абстрактные знаки, выделялись. Повторяю, сейчас никто не выделялся, то есть все выделяются татуировками, но это уже мода, это аксессуары. Возможно, эти фигуры имели магическое значение. И уж, конечно же, безусловно, по крайней мере, позырыкские многосюжетные, многофигурные татуировки передавали какой-то нарратив, какую-то историю, которая была понятна окружающим людям. И мы сегодня поговорим о симпатической магии. Вернемся к мумиям из Гебелина, которые претендуют на звание самых древних. И в любом случае, по сравнению с 57 абстрактными знаками, нанесенные на тело отцы в Альпах, здесь мы видим настоящие художественные татуировки. И вполне возможно, что вот этот знак, ну вот мы видим изображение на керамике, видим такие же знаки, которые передают какое-то смысловое значение, может быть, принадлежность вот этих людей какой-то обрядовой группе. И эта же женщина вероятно могла принадлежать к такой обрядовой грудью. Какую мы пока не знаем. Возможно, новое исследование, изучение этих мумий нам позволит сказать. Ну, а архар, прекрасное животное, которое входило в пантеон, египетский пантеон, нанесенное на плечо человека, тоже, наверное, было не просто клеймом, а знаком, которое было понятно соплеменникам. Как я уже говорила, прекрасные художественные образы, нанесенные на кожу людей раннего железного века, конечно, говорят нам о разных мифологических сюжетах. И вот работа Азбелева мне показалась такой интересной. он проанализировал изображение на пазырыкских мумиях и пришел к выводу, что вот эти животные, они, особенно вот те животные, которые бьются в агонии, которые, как он считает, приносят в жертву, они очень похожи на изображение на бронзах Китая. И вот он полагает, что жители Алтая, они были знакомы с населением с другими людьми, с другими племенами, которые жили в Китае в это время. Они переняли у них эти образы, но относились к ним совершенно по-другому. Эти жертвы, эти грифоны, они бьются в агонии, их приносит жертва. И между вторым пазырыкским курганом и пятым прошло какое-то время, и эти животные исчезают, их уже нет. На пазырыкских мумиях пятого кургана сюжеты. В бесписьменном обществе такие рисунки безусловно передавали ту мифологию, о которой мы можем пока только гадать. Но она была очень выразительна и запечатлена в этих художественных рисунках. Я полагаю, что татуировки играли большую роль в лечении человека в развитии древней медицины. Вот эта женщина, про нее прочитала в интернете, она покрыта, вся она покрыта татуировками, оказалось, что она больна очень сложным кожным заболеванием. И ее спасти, чтобы эта болезнь была приостановлена, как-то законсервирована, возможно было только если бы она нанесла татуировки. И поэтому ее все тело, даже веки, все покрыто татуировками. А вспомним нашего отца, не знаю, почему-то очень я ему симпатизирую, бедняга умер, не дошел до места спасения. Поскольку, как вы помните, его тело замерзло и практически все там сохранилось, и кожа, и то, что он ел. Ученые, антропологи, конечно же, изучили его скелеты, провели всевозможные томографические исследования. Оказалось, что вообще-то он был очень болезнен. Но с другой стороны, вот ему было примерно 45 лет. Вот представители первобытности, он был охотник, пастух, по этим горам ходил, у него было много заболеваний, у него были ужасно больны колени, у него болела поясница, у него был артроз. И вот именно там, где, видимо, ему было очень больно, неизвестный безымянный врач, ну, условно врач, человек его племени нанес вот эти рисунки, татуировку. Причем это не просто татуировка, ну, как когда техника, добрали там острие и наносили, делали надрез и в надрез добавляли сажу, разведенную водой. Это, ну, как бы не классическая татуировка. Но именно в тех местах, которые, как полагалось, считалось, наверное, должны были человеку, ну, принести успокоение, может быть, снять боль. То есть мы считаем, что, и многие ученые считают, что вот эти 57 татуировок, это было такое лечение. И уж, конечно же, я полагаю, что, безусловно, нанесение татуировки в виде змеи на внутреннюю часть ноги, на то место, под кожей которого вот образовалась костная мозоль, ее можно было руками просто пульпировать, был нанесен знак змеи. И в могильнике Приморский, и если вы помните, тоже вот мои старые раскопки в Калмыкии, точки нанесены на кисти рук. И в восточной медицине Китая, вообще, вообще, Юго-Западная, Юго-Восточная Азия, она все построена на традиционной медицине, где татуировкой или рисунками покрыты руки. И вот здесь разные точки указаны. И вполне возможно, что вот эта традиция, связь, нанесение татуировки на больные пальцы, артрозные, тоже возникает в эпоху первобытности, в эпоху бронзы, в наших евразийских степях. И особо я хочу обратить ваше внимание на змею в древних попытках лечить человека. Я считаю, что нанесение змеи на ногу человека, на сломанную ногу, которая срослась плохо, человек хромал, ему было больно, это не просто так. Вы знаете, есть, даже сегодня, в современной медицине, используют змеиный яд, и вот в Турции вообще, вот змеи лечения, видите, женщина болит глаз, и считается, что вот такой компресс в виде гадюки, он принесет ей облегчение. И это так называемая симпатическая магия. Самый известный исследователь первобытной мифологии это Фрейзер, который в своей прекрасной книге, я очень люблю, иногда просто пролистываю, она, конечно, была написана более ста лет назад, ну, вы знаете, он столько собрал этнографического материала, и вот он там пишет о симпатической магии, да, когда он считал, он увидел это у первобытных народов, которых изучал, что, когда брался предмет, и считался, что этот предмет обладает какими-то качествами, брался предмет похожий, вот, например, здесь изображен рисунок в виде змеи, и вот условно змеиный яд, сама змея, которая использовалась в лечении, и рисунок змеи, они начинают между собой общаться, и возникает магическая связь, ну, честно говоря, вот, например, моей маме даже прописывали мазь со змеиным ядом, это все вот идет в первобытности, и мы, благодаря этому рисунку, можем сказать, что это уже было в эпоху бронзового века, и, как я вам уже говорила, даже эта точка бинди, вот этот рисунок, который наносился на человека, на его лицо, может быть, это был просто рисунок, который выделял его, говорил о том, что он принадлежит к какой-то касте, а может быть, вот эти точки аквапунтуры, тоже очень, тоже их изучение, то есть люди изучали свое тело, свои отношения к каким-то движениям постороннего человека, манипуляциям с этим телом, и вот обратите внимание, что точки, нанесенные на лицевой части наших степняков, они вот совпадают с этими точками аквапунтуры. Так кто же делал татуировку и украшил свое тело рисунками на коже первобытности? Почему сегодня это делают все, вот, салон татуировки и пирсинга просто повсюду? Почему в древности все-таки это были избранные люди? Ну вот мы полагаем, что взрослые мужчины, женщины, люди с определенными болезнями, возможно, люди, которые принадлежали к каким-то особым социальным группам, они удостаивались вот такой чести или чтобы их тело украшали татуировки, или вот их просто лечили, потому что я полагаю, что если бы это была такая же традиция, как ну сегодня мы бы находили это сотнями, не все бы, конечно, сохранились, другие, но для эпохи раннего железного века, вот в первую очередь базары, культуры, это люди чрезвычайно высокого социального статуса. Семь мумий известны, это были первобытные цари, и они неизвестно, наносились ли эти татуировки на их тело, когда они переходили вот этот обряд инициации, или, например, когда это принцесса Укока, которая считается неместной, вышла замуж, стала правительницей, вот ее тело украсили татуировки, ну, потому что вы знаете сейчас, что в татуировку можно, я могу пойти нанести татуировку. И, конечно, постепенно, видимо, этот обряд распространяется, просто археология фрагментарна, мы едва ли малую часть раскапывая и сохраняя это в музее, доносим до себя и до наших современников, но все-таки археология позволяет нам сказать, что уже в эпоху бронзы появились погребения мастеров-татуировщиков. То есть, это была некая специализация. И хотелось бы тоже подчеркнуть, что мне интересно вот размышления о том, что татуировки часто наносились на скрытые одежды или открытые части тела, что татуировки и художественные, и мифологический смысл был такой важный, что татуировкой покрывались люди, ну, первобытные цари. И тем не менее, татуировка сохранила свою такую практическую направленность. Ее использовали в качестве такого метода лечения. и полагая, что вот может, потому что наша татуировка в виде змеи была первая, на которую мы обратили внимание, я вот просто такой вывод сделаю, что змея играла особую роль в медицине у древних врачевателей. Итак, большое спасибо за внимание. Может быть, у вас будут какие-то вопросы. Спасибо. Спасибо.